Человек, собаки, друг. Выражение, знакомое каждому с детства. Но не каждый пёс готов дружить, тем более если живёт на улице. Возле 24-й школы таких четвероногих немало, жалуются родители учеников. Плюс рядом есть дворовые собаки, и они непосредственно на территории школы. Но также и возле. Сами дети говорят, что собаки ведут себя по-разному. Некоторые проявляют дружелюбие, другие могут громко облаять и увязаться за ребёнком. Собак бегает довольно-таки много. Они бывают разные, бывают одни и те же. Дискомфорт доставляют в том плане, что они могут мешать, могут бегать, могут бегать за людьми. И бывают и агрессивные, а некоторые подходят и ласкаются. Бывает то, что они ходят периодически за людьми, кто желает. Ну, это немножко страшно иногда становится. По словам директора школы Елены Крикьянц, с проблемой пытаются справиться. Учреждение постоянно оставляет коммунальщикам заявки на отлов. Днём как могут прогоняют сами, но круглосуточно следить за четвероногими не могут. Мы всё, что от нас зависит, мы всё делаем. У нас за прошлый год было подано где-то около 80 заявок. То есть мы в месяц одну-две заявки подаём однозначно. Подать заявку на отлов бродячих собак могут и физические лица. Для этого нужно на сайте abacan.rf в разделе УКХТ найти ссылку, формы и бланки. Затем перейти на бланк заявки. Заявка на отлов животных без владельцев. Заполнить её и отправить электронной почтой на адрес, который указан сейчас на экране. Вадим Ермолин, Дмитрий Парахин, РТС.